Вторую неделю продолжается эпопея с бюджетом Саратовской области на 2016 год. Уже и публичные слушания проводились, и на заседании правительства финансовый документ обсудили. А теперь проект будущей казны региона попал в руки депутатов областного парламента. Тему продолжит Елена Петрова. Главный финансовый документ Саратовской области одобрен. Депутаты без вопросов голосуют за то, чтобы принять к рассмотрению бюджет региона на следующий год. Теперь народным избранникам предстоит лишь немного его видоизменить. Но в целом он останется таким, каким его и обсуждали. Бездефицитный и чуть меньше 70 миллиардов рублей. В 2015 году 74 было, а здесь мы закладываем где-то 67 миллиарда рублей. Но это связано с тем, что по 2016 году, пока мы не знаем и не получили подтверждение, поступление средств федеральной поддержки. Мы тоже в этом году начинали с 9 миллиардов, а на сегодняшнюю дату составляет 22 миллиарда федеральной поддержки. Депутаты на очередном заседании областной думы вообще немногословны. Бюджет, который всегда обсуждают бурно, в этот раз принимают сразу. Ни одного вопроса не вызвала и тема новых налогов. Так называемую поправку Галкина принимают единогласно. Депутаты объясняют, уже достаточно спорили по поводу введения нового налога на имущество для предприятий. И нашли золотую середину. Налоговую ставку снизили с 2 до 1 процента. Это уменьшение позволяет нам теперь согласованно работать дальше уже по новой схеме. Я должен сразу сказать, что мнения разные. И наверняка могут быть еще какие-то предложения по этому налогу. Расширяют возможности граждан на приобретение жилья и использование материнского капитала. Депутаты принимают законопроект, согласно которому жители смогут тратить маткапитал на участие в долевом строительстве многоквартирных домов. Данный законопроект предусматривает возможность расширения использования регионального материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий путем приобретения права уступки требований по договору долевого строительства на квартирном доме. Эти предложения были предложены самими семьями многодетными. Еще одно принятое новшество – полномочия по индексации заработных плат работникам социальной сферы переходят от областной думы к правительству региона. Чиновники уже воспользовались возможностью. В следующем году планового повышения зарплат не будет.